Газ для народа. В Караганде вновь напряженная обстановка с голубым топливом. В нашу редакцию поступают жалобы от населения на нерегулярность подачи газа. Однако в Олемгазе проблему не признают. Напомним, в декабре топливо перемерзало, из-за этого не доходило до квартир. Сейчас газ горит раз или два в неделю. Вот так вот и ловим. Каждое утро встаю, проверяю, газ есть или нет. А его нету и нету. Один день есть. Полтора дня самое большее есть. То трое суток точно нету газа. Жители улицы Иржаново уже оборвали телефоны аварийной газовой службы. Там отвечают, что с их стороны все в порядке. Однако в сетях находят завоздушенность и заставляют жильцов стравливать газ. В итоге у тех от запаха головные боли и завышенные показания на счетчиках. А значит и лишние расходы. В итоге жильцов же и обвиняют в завышенном расходе газа. Газ раз плохо горит, значит плита у вас плохая. Надо плиту менять, надо ее профилактику делать. Короче, всю вину на потребителей сваливают. То у вас недоплата, то вы много расходуете, то там еще это. А в общем-то у нас ничего не меняется. У нас как был дом, так и есть. Все у нас стабильно. А газ раз они плохой купили, пусть они честно признаются, что это плохой газ. И пусть они не продают его по такой цене. Руководство Алимгаза отказалось от комментариев. Директор Игорь Русаков по телефону ответил, что перебоев в городе с газом нет. Заправляют настолько, насколько потребители оплатили. Плюс залили в группы лишних 140 тонн. Газ перемерзает, аварийщики работают без выходных. Хотя неофициально сотрудники компании признают, что газ так быстро замерзает, потому что сейчас в пропан добавляют слишком много бутана. Так или иначе, жители дома Повержанова 23-2 уже написали заявление в прокуратуру, Акимат и антимонопольный департамент с требованием разобраться в причинах перебоев с газом.